Приветствую вас, и я бы хотел разбить свой ответ на две части. Первая часть касается того, что вы сделали. Ну, я как юрист, у меня еще одно образование юридическое, могу сказать вам, что да, вы в действительности как бы вещи чужие взяли, но вы эти самые вещи, они, вы эти вещи не украли как таковые, вы их положили в мусорное ведро, но вот догонять этого у вас возможности не будет. Поэтому давайте мы будем говорить и садитесь с того, что вы все-таки для других людей, вы их украли. Значит, вы пишите следующее. После окончания учебного года вещи, которые потеряли дети, обнутят на мусорку или отдаются защиту. Вы зашли в раздевалку и взяли две пары хороших кроссовок. Значит, после окончания учебного года вещи, которые потеряли дети, обнутят на мусорку или отдаются защиту. Вы зашли в раздевалку, вы в надежде, что кто-то оставил хорошие вещи, зашли в раздевалку. В этот момент не очень ясно. Если вещи, которые дети потеряли, обнутят на мусорку или отдаются защиту, то вам, если вы надеялись, что кто-то оставил хорошие вещи, вам логичнее было бы идти не в раздевалку, а на мусорку или зашли, куда относят эти вещи. То есть, вещи сто процентов не нужные. А вы пошли в раздевалку, где была велика вероятность того, что вещи окажутся нужными. Вопрос. Зачем вы так поступили? Почему вы пренебреглись с той вероятностью, что именно в раздевалке будут те вещи, которые нужны? Дальше. Из вашего описания я могу сделать такое предположение, что вы так поступаете уже не первый раз. То есть, вы не первый раз заходите в раздевалку или куда-то еще, не первый раз берете те вещи, которые потеряли дети. Если вы так делаете не первый раз, то у вас на то есть нужда. И эта нужда, именно она, эта самая нужда, обуславливая вашу реакцию на то, что вы испытали страх и стыд. Но попросили вас вернуть обувь, которую вы взяли. Можно было сказать, что вы по ошибке ее забрали, например. Или что подумали, что ребенок потерял, хотели вернуть и так далее. Что-то сказать можно было. Но вы этого не делали. Вы испытали страх и стыд. Почему? Понятно, что моральные свои нормы, моральные свои границы вы нарушили. Это понятно. Но у вас ведь и нужда была, по какой причине вы взялись в живописи. По какой причине у вас вообще появилась идея ее брать? Ответы на эти вопросы вам тоже нужно постараться сформулировать, чтобы было более понятно, как картина происходящего. Далее вы пишете, что у вас есть больной ребенок. И, видимо, больной ребенок и лечение его существенно подрывают ваше материальное положение. И вы испытываете внутренний конфликт от того, что, например, не можете позволить себе ту же обувь. Или что-то еще. То есть не можете позволить себе одежду. Вот давайте себя спросим. То, что вы не можете позволить себе одежду на вас сильно давит? Если сильно давит, то почему? Чем это на вас давит? Как вы конфликтуете с собой по этому поводу? То есть каковы причины отсутствия у вас достатка? Достатка необходимого для того, чтобы чувствовать себя морально, уравновешенно и чтобы не испытывать тягу к тому, чтобы брать чужие средства. Это, значит, следующий аспект. Дальше. По поводу того, что вы не можете сказать вашему мужу. Вы знаете, ситуация может принять совершенно скверный оборот. Вас могут привлечь к ответственности, добровольству. И вы знаете, тогда ваш муж все равно узнает о том, что вы сделали. И будет лучше, если он узнает об этом все-таки от вас, нежели чем от других людей. Поверьте, от других людей ему слышать подобное будет куда больнее. И будет лучше, если вы скажете ему все-таки, скажете ему о том, что с вами произошло и почему. Но, но, есть один важный момент. Вы пишите, что ваш муж очень честный человек. И вот эта честность, все же по всему, стала причиной ваших определенных конфликтов уже между вами. Еще раз повторю, это лишь предположение. Но, если он честный, то вы, во-первых, сомневаетесь в чем-либо, в себе, да? То есть, вы как-то сомневаетесь в самой себе относительно того, что с вами происходит. Вы считаете себя по какой-то причине хуже, чем ваш муж. Если это так, то над этим нужно работать. Я надеюсь, что вы это понимаете. Дальше. У вас в мужем нет полного взаимопонимания и полного доверия. Этот момент также очень важен, потому что отсутствие доверия, к сожалению, очень сильно влияет на ваши взаимоотношения, в том числе на то, почему вы не можете ему довериться и сказать о том, что с вами произошло. Дело в том, что, ну, по сути дела, произойдет все, что угодно. И такая ситуация не является каким-либо таким, знаете, слишком серьезным исключением из правил. Потому что, ну, мало ли что может случиться, да? Как вы ошибетесь, что вы сделаете не так и так далее. Ну, это же никто не застрахован. Другое дело, как вы на это реагируете. И вот об этом тоже нужно обязательно вам подумать и решить вопрос. Почему вы не можете своему мужью довериться? Почему? Что мешает? Об этом очень рекомендую. Так же вам подумать и, если есть возможность, то как-то этот вопрос решить для себя. В принципе, в принципе, что еще хочется вам сказать? Вот вы пишите, что, значит, боитесь общественного мнения, боитесь людей, это неуверенность в себе, неуверенность в себе как социального индивида. Потому что вам никто не мечтает, например, купить эти кроссовки, которые вы украли, и вернуть их маме дальше. Ну и, собственно, едете в церковь и плачете, 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 это взялось к себе. Взялось к себе вам, к сожалению, не поможет. Чувство очень разрушительное, ничего хорошего вам не принесет. Так что я рекомендую вам работать в тех направлениях, которые я описал. Если есть желание работать лично с психологом, например, со мной или с другими экспертами, которых вы можете выбрать на нашем ресурсе, они вам помогут, помогут прояснить вашу ситуацию, поддержат вас и успокоятся. Лично я не собираюсь вас осуждать. Я понимаю, что на то, что вы так сделали была причина, но скрываю, нужно разобраться с причиной, которая толкнула вас на такое поведение вообще. Потому что простите, но люди со стороны просто так не приходят и не берут вещи других людей в надежде на то, что кто-то из них оставил, кто-то хороший. Вообще говоря, любые плохие поступки происходят из дефицита, из недостатка чего-то. И вот этот недостаток нужно проработать в первую очередь, а потом не думать обо всем остальном. Также очень важно, чтобы вы пояснили, для чего вы украли эти кроссовки, то есть как вы хотели ими пользоваться, что вы хотели с ними делать. Для сына ли? Или для чего-то еще? Если для сына, значит ему что-то не хватает, об этом нужно говорить отдельно, не только с вами, но и с мужем. Из чего-то греха таить, но мужчина тоже виноват в том, что произошло. Почему? Потому что если бы он, например, обеспечивал вас лучше или если бы между вами было доверие, вы бы такого не совершили или не чувствовали бы себя в одиночестве. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...